Дорогие друзья, я приветствую вас из студии Славянской Церкви Христиана 207 дня города Сакраменто. Благодарен за то, что вы продолжаете вместе с нами следовать по страницам послания апостола Павла в Ефесскую Церковь. Благодарен также за то, что вы продолжаете оставлять ваши комментарии, за то, что вы делитесь этим видео, ставите лайки, колокольчики и подписывайтесь. Это очень важно для нас, для того, чтобы мы могли вместе с вами участвовать в большом проекте распространения вести Евангелия в этом мире. Ну и конечно же, мы очень вам благодарны за то, что вы вспоминаете о нас в своих молитвах и за то, что вы стараетесь воплотить в жизнь те истины, над которыми мы вместе размышляем. Сегодня мы продолжаем наше путешествие. Шестая глава, с десятого текста будем изучать очень большой, важный, интересный отрывок под общим названием «Призыв быть стойкими». Бог наш, мы благодарим тебя опять за эту возможность сегодня приступить к изучению слова Твоего, особенного послания апостола Павла к Ефесянам, Господи. Помоги, Господи, чтобы Духом Святым мы поняли эти все истины, могли передать. И помоги, Господи, чтобы мы жили согласно Твоему Слову, которое Ты записал на страницах Священного Писания. Господи, благослови каждого из нас, веди также наших зрителей благослови. И помоги, Господи, чтобы все было во славу Тебе, как единому Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. 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 Вы помните, что в прошлый раз мы с вами говорили о послушании отцов и детей, о взаимоотношениях и о рабстве, отношении между Господином и Господами. А сегодня я хочу, чтобы мы начали с 10-го текста, потому что в нем апостол Павел начинает новую, очень важную, насущную тему. 6-я глава, 10-й текст, пожалуйста. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Вот это слово интересное, да, наконец или написано у меня, и напоследок, то есть и в последнюю очередь, или как бы завершая все то, что я вам говорил до этого, и не только в 6-й главе, а во всем, я хочу брать вам сказать, чтобы вы были стойкими или чтобы вы были сильными. Итак, о какой силе говорит апостол Павел? И как нам практически с вами воплотить в жизнь этот совет апостола Павла? Быть сильными. Мы очень хорошо понимаем, что мы живем на планете, где идет война. И в первую очередь мы говорим сегодня о войне духовной. И эта война духовная, она всегда проявляется в двух таких сферах. Это или внутренние противостояния, когда идет какое-то искушение изнутри, или же внешнее противостояние, когда одна часть людей или население ополчается против детей Божьих, потому что те живут не так, как весь остальной мир. То есть дьявол делает, работает всегда двумя такими способами, как мы говорим, или кнут, или пряник. И в одном и в другом случае нам нужно побеждать, нам нужно оставаться сильными, или нам нужна сила, чтобы победить. То ли это, как я уже сказал, искушение, которое приходит где-то изнутри, через кого-то, используя наши чувства, наши какие-то слабости. То ли это противостояние внешне, когда тебя унижают, когда тебя гонят, преследуют и причиняют тебе какой-то вред. И там, и там нужна сила и стойкость. Вообще-то общество понимало только язык силы, в принципе, знаете. Это не было такое общество супертолерантное, знаете, и так далее, и тому подобное. Но Павел призывает быть сильным совсем, скажем так, в другой сфере. Не физическая сила, а духовная сила. И действительно, Павел имел очень большой опыт. Мы знаем, что он уже прожил, и он пишет это послание с другого места. И он, будучи, историки говорят, что он довольно-таки был хрупким человеком, довольно-таки небольшого роста он был. Но мы видим, с какой силой он и шел и проповедовал в том мире, в котором он жил. И дойдя даже до самого Рима. Поэтому Павел призывает, чтобы христиане не сокрушились под тем давлением мира, под тем давлением идолов, которые находились в Ефесе, а были сильны. Сильны в Господе, потому что именно Господь Духом Своим Святым, Он дает эту силу перейти испытания, перейти, скажем, даже казни, которые христиане подвергались, и другие трудности, переживания. И мы видим, что Господь именно их проводил через ту силу, которую Он давал им. Потому что мы знаем из истории, что даже римляне удивлялись, как они сжигают христиан, они поют гимны, они радуются. Потому что Господь давал им силу вот это все пройти. Спасибо. Ну вопрос спрашивает, как практически воплотить жизнь призов Павла, в принципе. Я бы хотел более-менее в этот аркос повернуть. Я бы первым делом проанализировал, каким образом сейчас дьявол пытается, может быть, воевать со мной. Каким образом он пытается подкатить ко мне, к другим людям вокруг меня. Если это через телевидение, если это через друзей, которые влияют на меня. Вот с этого ракурса я бы более-менее фокусировал свое внимание и принимал соответствующие действия. Потому что мы сейчас реально живем во время войны. Сильнейшие и сильнейшие войны. А дьявол работает под обманом. Говорится, deception is the name of the game. Он играет обманом. И мы вот привыкли, что сейчас хорошо, спокойно человек живет своей жизнью и не понимает, что он во время войны. Так что практический шаг это просто признать, что мы сейчас во время войны. И мы должны предпринимать какие-то шаги, как воины Христа. Вот даже если думая, каким образом мы можем помочь. И мне нравится, интересно, что это в контексте войны. Есть солдат, который бегает сам по себе. А есть солдат, который в одном целом. И поставит себя в такое положение или исполнится целью. Господь, покажи мне, где я вот в ракурсе твоих войск. Я не хочу бегать сам со своим мечом. Вот я бы вот так на это смотрел. И когда ты понимаешь, что ты как человек сам без Бога ничего не можешь. Но когда ты в строю Божьем, под единым абсолютным командованием Христовым. Он тебе покажет, куда делать. Он будет тебя вести. Может быть, короче, если выразиться. Может быть, это отдаться себя Христу. Как вот Господь я готов воевать. Что мне делать? Как мне? Тренируй меня. Спасибо вам большое, братья. Итак, апостол Павел. Еще раз, по сути, нам напоминает. И церковь в Ефесе. Что, несмотря на какие-то, может быть, временные передышки. Или перерывы. Мы находимся все на поле боя. И князь мира сего, дьявол, он не дает, не перестает атаковать Церковь Божию. Хотим мы этого, не хотим. Но мы не можем избежать этой военной риторики. Даже если мы с вами не участвуем в физических, буквальных военных действиях. Вокруг нас идет война за души. И мы часть этой войны. И нам очень важно не расслабляться. Не на минуточку. Не опускать внимание от нашего Господа. Он победитель. У него есть великая мощь. У него есть великая сила. И мы должны получать от него эту силу каждый день. Чтобы одержать победу так же, как эту победу одержал Иисус Христос. Друзья мои, это очень важно. Это важно нам помнить и следовать этому совету апостола Павла. Потому что если мы дадим слабинку. Если мы будем расслабляться. То дьявол обязательно идет брешь в нашей защите. И он, как написано, будет стараться по возможности соблазнить. И искусить, если возможно это даже избранное. Помните о том, что Господь готов дать вам силу. Берите эту силу. И побеждайте вместе со Христом этой силой все козни дьявольские. Мы продолжаем читать 6 главу. Пожалуйста, обратите внимание на 11 и 12 тексты. Облекитесь во всеоружии Божьи, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Как вы думаете, почему апостол Павел здесь перечисляет всех наших врагов? Почему так важно знать их в лицо? И почему он обращает внимание на их сверхъестественное происхождение? Очень легко нам обратить внимание на тело. Физические люди мы хотим видеть. Вот, например, такой быстрый пример. Вот я служу уже в 4-й церкви. Мы переходили с церкви в церкви. И в каждой церкви всегда был какой-то политический переворот пастора. Ну, они были баптистские церкви. И всегда ясно, и всегда есть крайний человек. И не входя вообще ни в какие истории в этих церквах, Вот, бываешь, ну, по ошибке первый раз ты на одной стороне, по ошибке другой церкви на другой стороне, а третьей, ты уже стоишь в стороне, думаешь, я уже не буду воевать, как бы вы там, сами разбирайтесь. Ключ всех этих проблем, что мы видим, мы всегда в людей. Вот это вот он не так сделал, надо там настроить братский совет, там его убрать, мы воюем с людьми. Плот и кровь. Это не плот и кровь. Ведь на самом-то деле, дьявол там одну информацию им пустил, а нам другую. Настрел друг против друга, и воюют люди, и церковь разделилась. Кстати, во всех случаях церковь разделилась. Вот, как бы для меня это такой очень ясный пример в контексте нашей повседневной жизни. Вот Бог посылает нам людей, ну, а не Бог посылает, дьявол настраивает обстоятельства так, а мы во всем людей видим, и начинаем воевать. Нету такого начальника, который мы можем прийти, как бы связать и войну выиграть. Здесь фундаментально не плот и кровь. Никогда. И когда у нас проблема, даже с родителями, проблема с детьми, проблема с супругой или супругом, как бы, кто сказал, что это против крови? Да, может быть, сами виноваты, настроили. Но это бывает и дьявол работает. Не бывает, а часто. Я тоже хочу обратить внимание на этот вопрос. Конечно, я бы не хотел приписывать буквально каждое обстоятельство или ситуацию в нашей жизни, как вот тому, что дьявол против нас сейчас тут напрямую работает. Потому что иногда, знаете, есть еще какой-то принцип, что человек сеет, тот и пожинает. То есть мы сталкиваемся с какими-то проблемами, которые являются последствиями наших же ошибок, которые мы допустили. И не всегда это прямое противостояние там дьявола нам самим. Но глобально, особенно я бы так сказал, когда идет конфликт, ну, как Илья привел там в церкви, конфликт между государствами, конфликт, может, там на уровне какого-то круга людей, да, и так далее, то я уверен, что вот это понимание, что проблема, которая возникла, это не просто между мной и этим человеком. А есть она где-то на другом уровне, где дьявол хочет просто высмеять, потому что особенно если есть это еще два христианина, да, что дьявол хочет просто высмеять вот нас, верующих, и сказать, вот они, два брата, не могут поделить какую-то мелочь, да. Когда ты начинаешь вот так мыслить над теми обстоятельствами, которые в твоей жизни есть. И даже если какая-то проблема у тебя лично, то есть проблема, например, ну, у кого-то со здоровьем, у кого-то проблема там с финансами. Мы же понимаем, что есть вещи, которые мы можем, на которые мы можем повлиять, на которые мы можем проконтролировать. А есть вещи, которые мы проконтролировать не можем. И что тогда с этим всем делать? И когда ты понимаешь, что вся эта вот суета в этой жизни, она не только на уровне людей, она еще на высшем духовном уровне. и наша брань, как тут сказано, не против плоти и крови, то тогда ты смотришь на человека, который говорит на тебя какую-то неправду, льёт на тебя какую-то грязь, а ты понимаешь, что на самом деле, если бы он осознавал, что на самом деле он делает и к чему это всё приводит, он бы так никогда себя не повёл, если бы он смог посмотреть на это всё со стороны. Вот это очень важно, просить о Бога мудрости, чтобы мы могли видеть проблему со стороны, не ища своих интересов, да, вот меня тут обидели, а вот меня тут зацепили, а посмотреть на это как на борьбу духовную со стороны. Тогда ты перестаёшь ненавидеть врага, ты начинаешь его жалеть, потому что, к сожалению, он отдался под влияние дьявола, который сегодня его использует. И что остаётся? Так как Христос, молиться за него. Господи, прости им, потому что не знают, что делают, понимаете? И вот это как раз и показывает нам отношения, но это возможно только тогда, когда ты понимаешь. Но есть и другая сторона, потому что я сейчас с такой благородной стороны, я смотрю на это все стороны, но однозначно, что так может быть, что я как раз могу быть тем человеком, кто вот отдался влиянию эмоций, чувству, и этот дьявол подхватил и погнал меня на всех порах. И вот когда меня стараются образумить и остановить, просить у Бога силы, чтобы вот понять, увидеть, если кто-то тебе говорит, «Эй, Роман, ты хорошо подумаешь, что ты делаешь?» Вот встать на колени и сказать, «Господи, помоги мне понять ситуацию, увидеть её во свете великой борьбы, чтобы я не стал инструментом в руках дьявола, а чтобы я был, Господи, инструментом твоих руках». То есть понимание того, что эта борьба происходит на высшем уровне, она помогает нам сбавить вот эти обороты в наших эмоциях, выпустить пар. Мы не воюем вот против того, кто рядом с нами. Всё намного шире и намного больше, и мы очень сильно в этих вопросах зависимы от Бога. Спасибо. Павел обращает внимание на духовный мир, скажем так, невидимый мир, который вокруг нас. И действительно мы его не видим, мы очень часто чувствуем, потому что происходит борьба, мы уже не один раз здесь говорили, не даром Павел говорит о силе, потому что как раз именно в войне нужна и сила. Борьба происходит между добром и злом, борьба происходит между ангелами тьмы, ангелами света, и она происходит вокруг каждого из нас. Решение, которое мы принимаем, оно говорит о том, на какой я стороне, куда я двигаюсь, куда я иду. И Павел это не даром говорит, потому что Ефес, он очень был визуально ярким городом. Там были рынки, там были храмы, там было все, там было библиотеки, ну был современный, супер современный город. И люди, которые из провинции попадали, они думали, что вау, все, тут что-то вот. И там дали, ну а Павел говорит, подождите, есть другой мир, невидимый мир, который происходит борьба за каждого из вас. И он здесь четко и ясно указывает на каждого врага, который есть. Но опять же, злой дух или злой ангел, он никогда не будет иметь силы над тобой, пока ты не дашь добро и не разрешишь действовать от своего имени. Поэтому это происходит борьба. Твой выбор, он указывает. Я во свое время решила, куда ступить. Все, человечество пошло этим путем. Каждый из нас тоже решает. Это ежедневный выбор, ежедневный выбор, он решает вопрос, ты на чьей стороне. И вся проблема заключается в том, что сегодня ты сделал выбор, ты подвинулся чуть влево. Но завтра ты будешь совсем с другой точки стоять. И поэтому твой выбор уже будет другим. И таким образом очень часто люди, вроде бы был христианин, вроде бы был нормальный человек, считал Библию и все. Но через пару лет мы видим, что он ушел далеко от Бога. Почему? Потому что мелкими шагами он постепенно, постепенно, он давал разрешение вот этим злым духом охватить, и он ушел от Бога. И в этом проблема. Потому что Павел это говорит, и он напоминает, что наше решение каждодневное, ежеминутное, ежечасное, оно решает нашу вечную судьбу. Да, братья, я вот слушаю вас. Знаете, внутри у меня прям так аж как-то все сжимается, потому что, ведь мы часто говорим, что человек проигрывает, когда он недооценивает соперника. И вот апостол Павел, когда начинает эту главу, он сразу говорит, что вынуждается в силе, и в 11 тексте он говорит, и во всеоружии Божьем. Потому что вы будете бороться не просто против людей, и вообще наша борьба не с людьми. И он перечисляет, вот как вы сказали, тот мир, который мы не видим, тех существ, которые изначально сильнее каждого из нас. И поэтому нам нужно это всегда помнить, что против нас сражаются те, кто не побоялись выступить против самого Бога. И эта борьба совершенно на другом уровне. И нужно нам оружие, написано Божие, не просто человеческое. Если бы мы боролись с человеками, мы видим, как люди здесь борются, к сожалению. Побеждают в войнах, уничтожают друг друга. Но эта война нескончаемая. Бог говорит, чтобы победить в моей войне, вот с этими сверхъестественными существами, нужно совершенно другое оружие. Мы в следующий раз будем о нем больше говорить, какое это оружие. Но оно другое, это оружие. Потому что война другого уровня. И, дорогие зрители, нам нужно об этом с вами не забывать. Как говорили наши братья, мы не сражаемся с людьми. Потому что человек очень часто оказывается орудием в руках злой силы, которая наполняет его. Либо он может быть воином Божьим, воином добра, когда он отдает свое сердце Иисусу, и Господь живет в его сердце, как написано, и силу он Божью имеет. Это важно. Когда мы боремся против своих врагов, я возьму это слово в кавычки, потому что у каждого не свои. Либо когда мы сами с вами становимся кому-то врагами и начинаем бороться. Всегда нужно остановиться, задуматься, помолиться и попросить у Бога мудрости. Зачем мы ведем эти войны? Зачем мы пытаемся уничтожить буквально даже от друг друга? Если самая главная война, она не физическая, она духовная. И каждому из нас нужно быть готовым к этой войне. Потому что если мы пойдем на поле физической битвы, Писание говорит, Господь нас поднимет, если мы были его воинами. Но если мы проиграем духовную битву, то таким образом даже Господь не будет поднимать нас. Потому что мы выберем другую сторону. Будьте мудры и следуйте за Божьими советами. Мы продолжаем с вами вместе размышлять над этими образами, красивыми образами духовной войны, которую использует апостол Павел, для того, чтобы показать, насколько серьезна та битва, которую мы ведем с вами. Эта битва очень важна для нас, для всех верующих. И очень важно, чтобы мы выстояли и одержали победу с Иисусом Христом. И не только в послании к Ефесской церкви он использует эти образы. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на послание в Рим, 13 главу, с 11 по 14 текст, на 1 послание к Фессаллиникицам, 5 главу, 6 по 8 текст, и 2 послание к Коринфянам, 10 главу, с 3 по 6 текст. Прочесть эти тексты и посмотреть, какие образы еще апостол Павел использует. Так поступайте, зная, время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. И так отвергнем дела тьмы и обличемся в оружии света, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием, ни пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попеченье о плоти не превращайте в похоти. Да, 1 Фессалонкицам, 5, 6, 8. Так не будем спать, как и остальные, будем бодры и трезвы. Ведь по ночам спят сонливцы, и пьяницы напиваются по ночам. А мы, принадлежащие свету дня, будем трезвы, обличемся в панцирь, веру и любви, наденем шлем надежды на спасение. 2 Коринфянам, 10 глава, с 3 по 6, Ибо мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования наше не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, неспровергаемые замыслы, и всякое превозношение, восстающие против познания Божьего и пленяемым всяким помышлением в послушание Иисуса Христа. Так, братья, эти все три отрыв, которые вы прочитали, они, в общем-то, о той же борьбе. Я хочу, чтобы вы немножечко прокомментировали вот чем они отличаются от Ефесянам, которые мы читали, и какие советы нам апостол Павел дает, какой вектор он направляет. Здесь апостол Павел делает очень большой акцент на том, чтобы мы бодрствовали, или чтобы мы не уснули. И мы видим, что в каждом отрывке он приносит вот эту параллель, что спят ночью, а днем надо бодрствовать. И мне интересно то, что он вкладывает вот в смысл этого слова спать, да? Что означает духовно спать? Потому что кто-то считает, что, ну, если ты зарабатываешь, ходим, то есть, приобретаешь, там, покупаешь дом, покупаешь машину, занимаешься вот какими-то такими вещами, то вот все, ты духовно уснул, ты, брат, все, не о том думаешь, и это проблема. Но давайте посмотрим, в какой-то степени тут идет речь о материальном благополучии, но вот, что именно апостол Павел здесь говорит. Я хочу вернуться к тому отрывку, который я прочитал. Он говорит, что как днем будем вести себя благочинно. И вот, что означает тогда неблагочинно, и что означает спать? Не предаваться ни пированием и пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссорам и зависти. Что такое спать? Или что такое быть вот во тьме? Это означает, когда человек предается пьянству и пированию, то есть одно веселье у него на уме и больше ничего его не интересует. Сладострастью и распутству это когда его тело становится целью его жизни, то есть усладить свое тело. Тут есть такая сторона усовершенствовать свое тело, сделать его идеальным и удовлетворить все желания этого тела. Дальше он говорит не ссорам и зависти. Опять-таки это отношение, которое мы строим с людьми. Ну и вот тут в 14 стихе он говорит интересную деталь. по печенье о плоти не превращайте в похоть. То есть о плоти нужно заботиться. А как мы уже, как я уже говорил, и тот же дом, и та же одежда, и та же еда, и та же машина, давайте так скажем, это все есть забота о плоти. Мы хотим создать для себя какой-то комфорт и уют. Он не говорит, что это проблема, но когда это превращается в похоть, то есть это становится главной целью твоей жизни. Вот что означает проблема и вот что означает духовно спать или находиться во тьме. Спасибо. Я бы хотел продолжить мысль Романа и отчасти не согласиться. Давай. Потому что вот как это сказать, те, кто может быть не спит. Мы же знали, когда мы спали. Ведь мы же все это знаем, когда мы спим. И не соглашусь в том, что не обязательно оргии, пьянство, разврат, безобразие как индикатор сна. Вот даже я на себя смотрю. Вот расслабишься, вот расслабишься, смотришь и лень, это не хочется, это не хочется. Нет, нет, подожди, подожди. Ты говоришь о пассивных чувствах, а здесь описываются активные чувства, потому что органи, пьянство. Я понимаю, да, это противовес. Я все-таки не согласен с тем. Дьявол нас сейчас атакует сном. Я сомневаюсь, что у нас церковь, наша церковь, вообще все церкви, которые сейчас спят и не вангелизируют, занимаются оргиями, пьянствами, развратом. Я сомневаюсь. Мы занимаемся бездельем, мы ничего не делаем, нам комфортно и нам запрещены вещи, те, которые препятствуют. Например, машина, нам нельзя тогда, или, ну, как бы, увлекаться машиной, когда она влечет за свои последствия, и мы отвлекаемся от духовной жизни. Для меня вообще вот такое измерение, может быть, я слишком чувствительным, заканчиваю день и задаю себе вопрос, вообще, что я для Бога сегодня сделал, вообще, какой смысл сегодня? Да, может быть, прожил еще один день, да, был на работе, какой еще толк был от меня сегодня? Или ты вообще бессмысленно сегодня провел этот день? Илья, я с тобой, ну, с одной стороны, согласен, но с другой стороны, я хочу сказать тебе, что та проблема, которую апостол Павел здесь поднимает, она никуда не ушла. Я просто предложу тебе полистать страницы Инстаграма или Фейсбука наших братьев и сестер. Вот, что чаще всего ты там находишь? Фотографии с чего? Фотографии с отдыха, фотографии с поездок, фотографии с приобретений, ну, то есть, все, что он, все, что услаждает, как здесь Павел говорит, нашу плоть, понимаешь? И очень часто именно это может быть индикатором, а, ну, а что вот для меня главное в этой жизни? Ведь на самом деле, что для меня главное, тем я и делюсь. Согласен? Ну, да, с этим, да, с этим я соглашусь. Поэтому проблема, это существует. Да, может быть, я, может быть, крайность эту не признаю. Да, просто, ну, прям оргии пишут, которые в церкви организовываются. Но с другой стороны, согласитесь, братья, что пассивность, это тоже индикатор. Согласен. Так что нам тоже не нужно, о, если мы этим и занимаемся, значит, все хорошо. Не, не, но на самом деле, мне кажется, каждый человек знает, каждый человек знает, когда он спит. Ну, не, 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 не каждый, если человек спит, он не знает. Но мы разбирали конкретный текст, Павел приходит к этому выводу, он говорит, оставьте вот эти дела тьмы. Потому что они, я согласен, я согласился, да. Да, мне лучше бы хотелось, чтобы ты сосредоточился на своем тексте сейчас и посмотрел, на что же там внимание обращает апостол Павел. Сон. Что это, буквальный сон? Нет, ни в коем случае. Вот это вот состояние, которое мы говорили, это и есть духовный сон. Ну, ну, какое оно? Давай мы опишем нашим зрителям, которые будут смотреть. Как выглядит духовный сон? Как, да, как ты подразумеваешь, что он духовный, ты духовно спишь. Может быть, тебе кажется, что спишь, а другой говорит, а я не сплю, а я в это время еще... вот это вот, когда мы ходим на субботние или воскресные богослужения, кто нас слушает, да, и мы ходим туда, потому что если я не пойду, то мне что-то скажут или нужно, потому что этот, научили меня, я должен прийти на это богослужение, а я на самом деле не хочу. Я открываю Библию не потому что я ее хочу читать, а потому что я знаю, что если меня спросят, чтобы я сказал, что я ее почитал. А молюсь я передаю всегда, потому что так всегда делалось, потому что какой-то пастор сказал мне, что если я не помолюсь, то можно отравиться, нужно на перед видео молиться. Как бы, может быть, это и звучит более, как для... Ну, Больше как-то для молодежи или подростков, которые находятся в попечении кого-то. А если посмотреть на церковь, то у нас, я не говорю про нашу церковь, в общем, люди не такие уже умные. Мы все дети во Христе, и многие из нас как бы в инфантильном таком состоянии находятся духовном. Они так и живут такими же придятостями, что нужно прийти, вот ни в коем случае нельзя на сцене в шортах стоять, потому что это плохо. Как бы, ну, это такое отношение к духовности, такое чисто физическое. А по-настоящему сон, когда человек не понимает, зачем вообще он должен здесь что-то делать. Зациклен на церемонии, на ритуале, на каком-то. Я бы, знаете, на что тут обратил внимание, на 8 стих. Мне кажется, он дает ответ на вопросы, ну, в чем проблема и как ее решить. 8 стих говорит, мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, шлем надежды и спасения. То есть, он предлагает нам одеться в броню веры, любви, шлем спасения и надежды. А если от этого пойти в обратном направлении, то означает, что какая проблема у тех, кто спит? Это проблема с верой, проблема с любовью, проблема с надеждой и проблема со спасением. То есть, если люди спят, то с этим будут всегда проблемы. И вот призыв. Давайте. А тут уже можно дальше делать выводы. А вера откуда берется? А вера от слышания. То есть, значит, все же надо читать, надо размышлять, надо ходить на те места, где проходит богослужение, где исследует Священное Писание, где люди делятся своим опытом, где возрастает твоя вера. Ну, то есть, оно вытекает уже отсюда. А что нужно делать, чтобы это все приобретать? Да, получается, сон это отсутствие действия. Хотя, когда спит, он ничего не делает. И это выражается непосредственно вот в этом. Да, когда человек, как и в своем тексте написано, почему вера пропадает? Потому что ты не развиваешь свои отношения со Христом, да? Потому что ты не следуешь тем предписаниям, которые дает Христос. Потому что, может быть, иногда ты позволяешь себе переступить через какие-то принципы, которые говорит Господь. И так начинаешь сомневаться. Или, как напишет апостол Павел, они говорят, ну, когда уже придет твой Господь? Да, ну, сколько уже можно? Ну, что же вы нам рассказываете? Уже сколько лет он не идет? Это почему происходит в человеке? Потому что он не доверяет, он приходит доверять Богу. И это очень важно нам, друзья, всем помнить, чтобы мы оставались духовно не спящими. Да, чтобы мы имели живые отношения со Христом. Чтобы, как Илья говорит, каждый день ты вечером мог себе спросить, что я сделал? Это не значит, что ты должен был каждый день пойти раздать книги, газеты или кому-то прочитать твой проповедь. Нет. Как руководитель своей компании, что ты сделал сегодня? Чтобы другие увидели, что ты последователь Христа. Что я сделал как пастор? Вот, чтобы другие могли заметить, даже мои члены церкви. Не просто на слове, да, а на деле. Что я человек Божий. Это очень важно, чтобы были такие практические моменты. У нас еще есть интересный отрывок, который Василий зачитал. Там вообще другая лексика, она тоже очень интересна. Да, Павел здесь четко ясно говорит, что наше оружие воинства не плотские. Указывая на то, что наша борьба духовная. И далее он очень интересно говорит, что сильные Богом. То есть, вот опять он упоминает вот эту силу Божью. И вот что интересно дальше? Она говорит, что вот эта сила Божья разрушает твердыни зла. То есть, вот эту основу, или как бы плацдарм, с которой сатана может на тебя нападать. Вот эта сила Божья, она разрушает. Но вот пятый стих, он очень интересно говорит, что всякое помышление в послушании Христу. Вот какой ключ. Когда твои мысли будут не греховные, они будут в соответствии с волей и желанием Иисуса Христа, вот тогда ты сможешь вот это все пройти. Здесь все четко ясно говорит, что это может разрушить вот эти все основы зла, когда твои помышления, потому что все начинается откуда? На уровне твоих мыслей. Действие это уже результат решения твоих мыслей. Да, спасибо большое, мне кажется, и у Романа, и у Ильи в тексте тоже эти моменты проскакивали, что оружие, которым Господь разрушает твердыни зла, оно другое. Видите, сегодня в мире очень много ядерного оружия. Каждый пытается придумать какие-то более совершенные, современные средства, чтобы сдержать или с другой стороны показать свою силу. А Господь говорит, это все оружие, оно не разрушает твердыни зла, но то оружие, которое дает Иисус Христос, это вера в Него, это Его сила, Его любовь, прощение, милость, это то, что обезоруживает зло, что уничтожает его полностью раз и навсегда. Хотелось бы тоже заметить, кстати, все время оружие сейчас не ядерное, информационное, если можно человеку управлять его умом и сознанием, и создавать определенное направление, потоки, то можно руководить миром, и это, кстати, очень эффективно делается. И вот пятый стих современного перевода, РБО, интересно написано, мы сокрушаем хитро сплетение ума и высокомерие, восстающие против познания Бога, и берем в пен всякое помышление, покоряя Христу. Как бы, ну, другая вариация этого стиха. Вот очень интересно это значит, что мы должны быть во Христе специалистами, разбирать вот эти вот все, вот, мы должны видеть через всю эту информационную войну и знать, что это идет. И шестое интересно, синодальный это не говорит, и когда ваша покорность Христу станет совершенной, мы будем стоять наготове. О, опять этот глыбол стоять, да? Но когда мы будем стоять? Когда наша покорность, да? Станет совершенной Христу. Дорогие друзья, нам очень хочется, чтобы мы в своей христианской жизни могли практиковать вот это вот оружие Божие, вот это вот стоять верно в Иисусе Христе, чтобы одерживать вместе с Ним победы, чтобы мы могли размышлять над этими текстами и раскрывать все хитросплетения, которые дьявол вокруг нас создает. И чтобы вместе со Христом мы не спали и дела тьмы нас не касались. Чтобы только доброе и чистое, то, что дает Господь, оно жило внутри каждого из нас. Этого желает Господь. И я верю, что Он обязательно это нам даст. Следующий момент, друзья, на который хотел бы обратить свое внимание и внимание наших зрителей на то, посмотрите, как часто в этом отрывке, в котором речь идет о сражении, о битве, апостол Павел использует форму глагола «стоять». Вот почему для него так важно, чтобы мы стояли? Автор нашего урока приводит такую иллюстрацию из поля боя приблизительно тех времен, потому что сегодня, наверное, чуть по-другому ведутся войны. Но вот вспоминая эту иллюстрацию, он говорит о том, что есть вот такой момент, когда две линии солдат встречаются друг с другом в рукопашном бою. И победа зависит от того, какая сторона устоит. Но устоять, это не означает просто стать и стоять. А ты должен быть достаточно физически подготовленным, ты должен быть хорошо вооруженным, ты должен быть хорошо научен использовать то оружие, которое ты имеешь, чтобы ты мог победить своего врага. То есть стоять, это означает победить. То есть остаться на линии боя. Не убежать, не погибнуть, а остаться стоять. И по большому счету, как я уже только что сказал, у нас есть только два варианта, как стоять на этой линии боя. Это побеждать. Потому что если мы погибнем, то мы уже стоять не можем. Если мы убежим, мы тоже не будем стоять. И вот как сделать так, чтобы мы не убежали, и чтобы мы не погибли. Апостол Павел как раз на это хочет обратить внимание. И поэтому он использует в этих стихах несколько раз слово «стоять», говоря о том, а что же поможет тебе стоять на этом месте, на этом поле боя. Перевести в духовную сферу вот эти моменты. Мы прекрасно знаем, что люди, которые решают служить Господу, принимают крещение, то каким-то образом после крещения все проблемы у них возникают везде. И как будто сатана, он просто натиском старается этих людей. Это практически во всех людей, которые приходят к Господу. И вот здесь, я считаю, вот этот Павел каким-то образом говорит, что человек должен стоять на том месте, на той вере, в которую он принял. И отстоять свою позицию. Потому что и родные очень часто, и друзья, и работа, и каким-то образом весь мир как будто кажется для того человека, он начал давить на него, чтобы он отступил. Но вот именно вот этот момент и должен он стоять и побеждать в то, что он верил. И в нашей жизни очень часто бывает, потому что, как здесь Павел говорит, сатана козни, дьявольские, он всегда придумывает. Поэтому активно бороться. С другой стороны, здесь можно также перевести в сферу церкви. Ведь линия фронта, она удерживалась не одним человеком, а командой. Если команда будет слаженной, да, один-два могут упасть. Но если упадет 50%, 60%, все, битва проиграна. Поэтому мы и как церковь должны вместе стоять, бороться против козней дьявольских или, скажем, секулярного мира, который сегодня очень сильно давит. Также мы индивидуально, семьи, индивидуально, церковь. То есть, вот это все должно вместе сработать. И Павел чутко и ясно говорит, мы должны стоять, потому что, если мы отступили, значит, мы что-то отдали. Спасибо большое. Илья. Хотелось бы сравнить с таким очень знаменитым движением у нас, называется Properties. Это такие люди, которые ждут, они даже уже мечтают, времени, когда закон перестанет действовать. Это когда отключится электричество, перестанут работать финансовые системы, когда перестанут в Walmart-ах и во всех магазинах вся продукция, как бы, и настанет анархия. И тогда они выйдут, они, я был свидетелем одного человека, у него бункер был целый здесь, здесь у нас, в районе, он выкопал, у него военные машины, у него ящиками вода, у него даже передо мной разговаривал и выбирали, какую керосиновую лампу купить, что в случае, если только не будет. И мы даже есть по наслышке, там есть некоторые ссылки, что и государства некоторые в горах строят бункеры, вкапываются в землю, там закупаются имуществом, ну, едой и все такое. Вот у меня такая ассоциация вот с этим, только она, вот как Василий говорит, она совершенно на другом уровне. Когда мы призваны, например, как адвентисты, может быть, жить в горах и, может быть, предпринимать какие-то меры, но, конечно, не в том смысле, что ты так насобрался столько добра, что как у тебя патронов, как у этого, на маленькую армию маленькой страны в Африке как бы есть такие индивидуумы. Со стороны точки зрения именно духовной, вот если сравнить это все, что ты делаешь, чтобы выстоять, вот сравнение, которое сделает, вот как Павел здесь пишет, именно со стороны, что выдержишь ли ты, вот хватит ли у тебя ресурсов, которые ты насобирал, вот как вот эти вот люди, которые я обычно ненормальные, которые собирают, готовятся, они думают, что на 20-30 лет вперед им хватило всего этого. Хватит ли тебе твоих сил сейчас или готов ли ты сейчас устоять? Если нет, у тебя проблема. Да, интересный такой пример, что даже люди, которые, казалось бы, не имеют, может быть, даже понятия о каких-то признаках, они совершают чудаковатые такие действия, чтобы запастись и выстоять. то тем более, наверное, как пишет апостол Павел, нужно нам, христианам, понимая все это, какая борьба разворачивается, какая идет, нужно быть приготовленными, чтобы устоять, чтобы выстоять, чтобы, как братья сказали, не сдать ни пяди нашей Божьей, ну, я бы так сказал, ни пяди Царства Божьего, да, ни шагу назад. И интересно, что, по сути же, через время, после того, как апостол Павел написал все это, христиане попадут в Колизей. И там многие из них погибнут, но их смерть будет таким свидетельством и такой победой, что своей смертью они продвинут Царство Божие вперед, оно с огромной силой будет распространяться. Что еще раз мне говорит, что апостол Павел не говорит о физической войне. Мы можем пасть в физической войне, да, нас за веру могут убить, могут посадить в тюрьму за веру, да, могут с нами что-то сделать, но если духовно, мы выстоим, останемся верными, как братья говорили, то мы одержим огромную победу. Это очень важно, дорогие друзья, чтобы мы никогда об этом не забывали, что мы с вами сражаемся вместе с Христом, Он наш главнокомандующий, Он идет впереди, и наша задача вместе с Ним продвигать Царствие Божие. Это наша первостепенная задача. А церковь наша, это форпост, и, понимаете, Иисус часто говорит, что церковь, это город, который стоит на скале, или построен на скале, мы с вами должны построить дом на скале, на Иисусе Христе, и тогда мы с вами устоим в этой битве, мы со Христом одержим победу, и наши церкви будут теми местами, теми форпостами, через которые Господь будет одерживать победу. стойте твердо, и держитесь той веры, которую дает вам Иисус Христос в Священном Писании, и мы обязательно победим дьявола. Я хочу еще раз обратить наше внимание на 11 текст, 6 главы, потому что здесь есть интересное слово, нам нужно противостоять, или стоять против козней дьявольских. Вот скажите, как мы практически с вами можем различать эти козни дьявольские и им противостоять? Несколько буквально практических примеров. Ну, я думаю, для нас мерилом истины и добра или истины, да, я так и сказал, является только Слово Божье. И в книге про Каиса есть вот этот известный текст, если кто-то говорит не так, как там написано, то нет у нем света, или нет у нем истины. Именно Словом Божьим Христос противостоял дьяволу, когда тот его искушал в пустыне. Так написано. То есть, на самом деле, если вы хотите знать, правильно ли вы поступаете, посмотрите, что по этому поводу говорит Священное Писание. Но тут есть одно дело, знать, что правильно и поступать правильно, это чуть-чуть разные вещи. Но сначала однозначно надо знать, чтобы различить, что есть добро, а что добро не является. Ну, а как побеждать или как устоять, тут сказано в этом стихе облекитесь во все оружие Божье, о котором мы будем говорить на следующем уроке. У меня напоминает фильм «Остров». Кто не видел его, рекомендую посмотреть. Там этот, он так с дьяволом, так на ты, как говорится. Сильнейший, сильнейший фильм. Он меня сильно впечатлил. И мне напоминает как бы об этом. Но напомнил на такую у меня мысль, что мы должны себя поставить в такое положение, чтобы мы могли это сделать. Все мы знаем, что у нас бывают моменты, как мы упоминали в других сегментах, где мы не чувствуем себя духовно так, как мы должны себя чувствовать. Либо мы упали, либо мы расслабились, либо мы дали волю чему-то, разозлились. Другими словами, мы не там, мы не в том положении увидеть это. Мы упали. Нам нужно всегда ставить себя туда, где мы можем чувствовать. И один очень практический пример, который я лично испытал и продолжаю испытывать. И как это может быть не звучало просто, это молитва. И не простая молитва, а молитва, где на самом деле ты можешь взять Бога и сказать, я тебя не отпущу. Ты мне должен, сделай это, пожалуйста, из-за этого человека, за ту сестру. Нужна помощь. Как бы, оно на самом деле ставит тебя в правильное место, в правильное положение. И когда ты видишь, и когда ты видишь, что что-то идет твоей дорогой, что дьявол тебя послал, ты говоришь, а я знаю, что это. Я не клюну. Я не клюну, потому что мое состояние сердца в молитве, в слове, как Роман сказал, я готов, я готов с Божьей помощью, с Божьей силой увидеть это все, потому что это не ты получается, это не ты все это делаешь, а через тебя Дух Святой, потому что ты настроен на правильную волну. Вот я набрал, что такое козни. Это высокого стиля, злые, коварные умысли. И действительно, вот эти козни дьявольские, Ева, она в принципе попалась, потому что обман был настолько тонкий, что она поддалась этому. И я уверен, чем ближе мы будем к последнему времени, дьявол будет использовать настолько утонченный обман, что говорится, что даже избранный он попытается что? Увлечь с собой. Поэтому нам нужно учить оригинал. Вы знаете, люди, которые занимаются деньгами, они не учат фальшивки, они учат оригинал, потому что зная точно оригинал, ты всегда подделку увидишь. Поэтому Слово Божие, соло скриптура, это единственное, что может спасти нас в последнее время от этих злых дьявольских козней, которые Сатана приготовил индивидуально для каждого человека. И только Слово Божие нас сможет провести, и мы спобедим только благодаря тому, что апостол Павел здесь говорит, где мы будем исследовать в следующий раз. Хотелось бы добавить, Василий, на мысль, я здесь, когда сдавал экзамены, такие нечеловеческие, я думаю, что сам дьявол их придумал, там сознание люди теряют, и там вопрос на две минуты, там читаешь одну страницу мелким почерком как бы историю, и даются тебе абсолютно все четыре правильных ответа. Нужно найти из них лучший. И они не просто тебя тестируют на определенные правила, там на сценарии. Все эти ответы, ты полностью помнишь, они правильные, но один из них лучший. И ты должен выбрать лучший из них. Это то, что Василий говорил, что Роман говорил, мы должны знать священное описание, знать истину, вот-вот, вот как это, вот как своих пять пальцев, да, чтобы от зубов отскакивало, чтобы мы знали конкретно, где правда, где неправда на самом деле, потому что утонченная, утонченная ложь, вот эта вот, мы можем и упасть. Спасибо вам, брать, за ваши примеры. Дорогие друзья, я хочу закончить наше сегодняшнее размышление словами Иисуса Христа, которые он сказал в Евангелии от Иоанна, 10 главе. Овцы знают голос пастыря своего. Мы должны знать голос Иисуса Христа, мы должны следовать за ним, и он даст нам силу, он даст нам все необходимое, чтобы мы в этой битве устояли. Возможно, мы думаем и ждем таких времен, когда нас, подобно первым христианам, пригласят на арену Колизея, мы сможем засвидетельствовать всему миру, о нашей стойкости и верности. Но вы должны помнить, что великие битвы начинаются с маленьких побед. И козни дьявольские могут приходить к нам каждый день в маленьких вещах, во взаимоотношениях с нашими детьми, с нашими родителями, с нашими братьями, с сестрами и коллегами. Мы должны быть очень внимательны, следуя за Христом, одерживая эти маленькие победы. Однажды мы сядем вместе с ним, как победители в Царстве Небесном. Учите, запоминайте, исследуйте голос вашего пастыря, чтобы никогда и никто не смог вас от него оторвать. Давайте помолимся ему. Иисус, спасибо тебе за то, что через своего верного слугу апостола ты еще раз и еще раз напоминаешь нам, что мы живем в мире, где идет война. Она началась еще до нас и может быть она продолжится даже тогда, когда мы уснем на время. Мы просим тебя, Господь, чтобы то время, которое ты нам отмерил, чтобы мы были твоими стойкими и верными воинами света, чтобы мы могли, Господи, быть во всеоружии Твоем, чтобы мы могли иметь силу Твою, зная голос Твою, следовать за Тобой, за нашим добрым пастырем на этом поле боя, и чтобы ни одной пяди Царствия Твоего мы не уступили. Не только мы, как лично, каждый нас в отдельности, но наша Церковь, наши общины, Господи, чтобы мы были форпостами, Господи, теми сторожевыми башнями, через которые ты будешь продвигать Царствие Твое здесь, в этой мире, чтобы Господь вместе с Тобой мы двигались вперед, и никакие козни дьявольские не могли нас победить. Мы верим, Господи, что с Тобою достигнем великой победы, и будем на перу в Царстве Твоем. Во имя Иисуса молим. Аминь. 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 Редактор субтитров А.Семкин